Чем меньше яблоневые деревья, чем чаще они посажены, тем богаче урожай. Если следовать этому принципу, с одного гектара земли реально собирать по 80 тонн яблок ежегодно. В России появляется все больше суперинтенсивных садов с невероятной урожайностью. Буквально на днях такая яблоневая плантация, довольно обширная, была разбита в Крыму. Величина урожая напрямую зависит от размера крона. Это правило действовало испокон веков, но теперь оно работает не везде. Яблони, что местные технологи выбрали для посадки, изначально невысокие. И вырасти им особо не дадут, чтобы за ними было удобно ухаживать. Однако плодов здесь будет в пять раз больше, чем в обычном саду. Вот зачем нужны эти столбы и проволока. Помочь деревьям выдержать нагрузку. Интенсивные сады яблонь подразумевают собой урожайные 68 тонн. То эта конструкция должна быть очень крепкой, очень прочной. В проволоке мы с ростом и с подрезкой каждого дерева из года в год его подвязываем. Следующее отличие от обычного сада – плотное расположение растений. На гектаре их 23 тысячи. Расстояние между каждым в ряду меньше метра. И здесь важно, чтобы они не конкурировали за влагу и питательные вещества. Без системы полива не обойтись. Индивидуально под каждое дерево будет капать вода. В 10 часов 14 литров. То есть дереву как бы подпитка необходима. Через эту же каплю подается удобрение под деревья. Конечно, это далеко не все секреты. Нужно считать, сколько цветков распустилось на яблони. И оставлять строго определенное количество завязей. Чтобы плоды были крупные, как на подбор одинакового размера. Вовремя проводить обработку от вредителей. Убирать ветки, которые норовят расти поперек шпалер. А еще подрезать корни, чтобы дерево было в так называемом контролируемом стрессе. Только так его можно заставить приносить потомство. Точнее урожай каждый год. И даже делать это раньше обычного. Когда в традиционных садах они входят в подношение на 8-10 год, то тут при такой технологии интенсивных, суперинтенсивных садов мы приходим к промышленному урожаю где-то уже на 5-й год. Эти саженцы двухлетки. Так что уже через 3 года здесь рассчитывают собрать первый урожай. Правда, есть и обратная сторона медали. Если классические сады живут в среднем 35 лет, то интенсивные 15. Затем надо сажать новые деревья. Впрочем, все это быстро окупается. Недаром в Европе такой способ садоводства в порядке вещей. Это будет точка притяжения ученых со всего мира, потому что здесь у нас биотех. И точка притяжения фермеров, потому что им здесь будет интересно. Они будут сюда приходить учиться новому знанию. Сельскохозяйственная долина. Вот как в Крымском университете назвали это место, где студенты и действующие специалисты будут знакомиться с новыми агротехнологиями. Интенсивный сад лишь одна из них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова